Большое слово, о котором я думаю на протяжении нескольких, наверное, месяцев. И, конечно же, я буду делиться сегодня словом. Вначале чуть-чуть расскажу, кто я такой, хорошо? Чтобы вам было чуть легче. Меня зовут Марк, мне 33. Прям как брат сегодня. Я сегодня с одним братом еду по Киеву, все холодно, утром рано. И он такой говорит, сколько тебе 33? Говорит, да, говорит, Христос, в твоем возрасте уже карьеру заканчивал. Но я верю, что мы только начинаем, и у нашей страны есть будущее. Аминь. И то, что мы до сих пор живы, и Киев свободный, и мы можем спокойно собираться здесь, поднимать свои руки, да, поклоняться нашему Господу, это милость Божия. Аминь. Для нашей страны. У Господа есть план. Я верю в это, знаю и знаю лично по своей жизни, что то, через что Господь нас проводит, Он к чему-то большему готовит нас. Аминь. У меня есть три сына, замечательная жена, вот, я выездной из страны, если вдруг надо, вот. Ну, как-то так. У меня есть старший Тофер, ему 10, потом Аарон, ему 8, и младший Натан, ему 5. Я, когда смотрю в его глаза, говорю, ты мой билет в Европу. Ну, я шучу. И, может быть, кто-то знает или не знает, я ДВР овец в пятом поколении, мои дети уже шестое поколение христиан, моих два прадеда. Один 10 лет при Сталине отсидел за веру, один был, так и замучили, он не вернулся из этого концлагеря, где коммунисты мучили христиан. И мои родители являются старшими пасторами Мелитопольской христианской церкви в Мелитополе. Мы строили церковь, нашей церкви 30 лет, строили большое здание, оно до сих пор живое стоит, пока сейчас там русские развлекаются, пока, да. Я верю, что мы вернемся, Господь просто так никогда не кидает свой царь. Но я верю, что мы проходим этот этап, этот период, чтобы Господь нас сделал сильнее. Помните, как Павел говорит, сначала он меня проверил на верность, а потом он определил конкретно на служение. Господь никогда не дает, если ты в своей жизни думаешь, что, ну, где-то внутри, и, может быть, ты получил какое-то откровение, что Господь тебя поднимет на какие-то духовные высоты, и ты будешь нести какое-то там пасторское служение или что-то очень большое, глобальное в Царстве Божьем, знай, тебе придется рано или поздно пройти экзамен в своей жизни, испытать веру. Господь всегда испытывает веру. И для меня я, вроде бы, такой, знаете, считал себя всегда сильным и никогда не мог подумать, что именно как раз во время войны мы будем испытаны, мы будем проходить этот экзамен, будем становиться сильнее, все было хорошо, мы в октябре прошлого года отпраздновали 30 лет, это грандиозный праздник, у нас большое здание церкви, почти 400 детей воскресной школы, зал на 1158 мест посадочных, мы отпраздновали день рождения церкви, полный зал людей, много покалов с людей. Я так много, я был директором здания церкви последние несколько лет, ну, на полное время, и столько времени, у меня за октябрь месяц было 480 часов отработанных, все дома не бывало вообще, я целый день работал с огромной командой, а потом вечером приходили волонтеры, мы что-то новое делали, мы переделали весь фасад, мы перестелили полторы тысячи квадратных метров газов, и все-все-все, новый лет-экран огромный поставили, все это, и в феврале ребята зашли в гости, к нам зашли очень быстро, 24 февраля уже вечером они были, мы только провели молитвенный марафон, молились, и вечером мы узнаем, что уже зетовцы заходят. И церковь существовала до определенного момента, она жила, 9 марта, ну, может быть, кто-то, или следите где-то в инстаграме, чуть-чуть за моей жизнью, я там чуть-чуть говорил, да, 9 марта они постучались в дверь и зашли в гости, их было 200 человек, мы живем очень близко возле церкви, у нас такой целый городок, да, и, ну, скажем, со своего кольца я вижу крыльцо церкви, их было 200 человек, Росгвардии, и они положили меня на бетон, это был март, очень холодно, было еще заморозки, я пролежал на бетоне, ну, как обычно, в нижнем белье, и они повели нас, жены все наши остались солдатами там в домах, они повели нас в церковь, на допрос, и это тот момент был, когда, как, перезаряжается автомат, у нас всех под стенку, и вот весь вот этот донбассовский сценарий, если есть люди, которые когда-то были в Луганской области, или там ребята есть со Славенска, вот приблизительно все прошло вот здесь, ты понял, что все, что теперь только на Господа упование. И мы выехали в определенный момент, они поставили моему отцу условие, что ты должен выйти, снять видео на фоне здания церкви, для горожан, для Мелитополя, в тот момент сильное противостояние шло, все выходили на митинги, нас около пяти тысяч собиралось флагами против танков, и они эти ФСБ говорят, ты должен снять видео, что Россия пришла, все больше новая власть и так далее, все это, естественно, пастор, зная все, принял решение, естественно, я никогда этого не скажу, у меня есть четкие, есть четкое Божие откровение и так далее. И вечером уже, когда нашего мэра забрали, мэр, кстати, был на держдении церкви у нас в гостях, пили с ним чай, его с мешком на голове забрали в плен, куда-то на подвал, то приехал один из друзей из горсовета и говорит, слушай, пастору надо выезжать, потому что... Раз, два, три, пропадаю периодически, да? И мы выехали, церковь еще существовала до июля месяца этого года, пока они уже окончательно не приехали, не спилили крест, у нас такой красивый крест, здание церкви и так далее. Но церковь до сих пор есть, даже команда хвалы привет, даже команда хвалы поклонения есть, мы продолжаем что-то делать, трудиться, выпускать песни хвалы поклонения. В Германии собралась часть нашей церкви, большая в Зевтенберге, короче, Господь что-то делает, но я верю, что мы проходим определенный путь. Можешь столкнуть соседа, сказать, мы проходим путь. Если ты со своей Библией, я хотел бы, чтобы ты открыл Иоанна, Иоанна Иоанна, 14 главу, 12 стих. Христос говорит, говорю вам истину, кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. И еще одно есть место из Писания, называется 9 глава Луки. Кто хочет идти за мной, скажи со мной, отвергни себя, возьми кресло и следуй за мной. Братья и сестры, еще есть место, когда Христос говорит, Я есть путь. Аминь. Истинная жизнь. Слава Господу, что мы, как рожденные свыше люди, понимаем, что у нас от Господа есть четкое, ясное предназначение. Аминь. Здесь есть у людей предназначение? Есть такие, да? Слава Господу. Не все, конечно. Может, к концу проповеди что-то произойдет с вами, и вы поймете, что у вас есть предназначение. Господь прописал четкий путь для каждого из нас в зависимости от наших дарований, от наших талантов. Аминь. Вот у каждого по-разному. И иногда кого-то сделал очень сильным, чтобы проходить какие-то обстоятельства. Кого-то попроще. Вот кто-то не сильно выдерживает. Вот во время войны каждый из нас увидел разницу в людях, да? Увидели? Кто-то выдержал этот стресс, да? Я увидел по нашей церкви, как тяжело люди выносят. Иногда, знаете, я всегда, до начала войны всегда думал, была такая, знаете, вот есть духовная сестричка в церкви, да? Такая духовная. А если, ой, один духовный брат подошел, сказал мне, короче, видел сон. Есть такое, да, у нас в обиходе нашем словарном, сектантском. И я всегда думал, как определят, как люди определяют, духовная сестра или недуховная? Потому что вот руки подняты, это же не значит, что ты духовный. Или сильно ты громко кричишь на языках, это еще не означает, что ты духовный. Потому что Павел говорит, я к вам хотел как со взрослыми, а вы все еще до сих пор молоко пьете, да? И я начал анализировать, что как раз именно в стрессовых ситуациях, когда приходит стресс, когда приходит тяжело, когда вот очень тяжело, когда ты не знаешь выхода, когда ты смотришь эти новости и просто тебя разрывает. И именно в этот момент, когда ты начинаешь опираться на Господа, проявляется твоя взрослость, твой крестьянский глубокий характер, когда нужно опираться на Господа, когда время доверять Ему, а не когда просто прыгнул и просто бежать куда-нибудь, да? На первую заправку заправляешься, и все. Господь, вот, и Господь сейчас во время вот этих последних восьми месяцев нас, церковь Украины, нас, христиан, вот я наблюдаю за этим, ведет и пытается объяснить, что ребята, пора доверять мне. Аминь? Аминь? Доверять мне. Я когда приехал, летом приехал в один город, по-моему, это Кропивницкая область была, или Полтавская, не буду говорить город, такой известный достаточно, и мне рассказали одну историю, как 24-го произошло вторжение, помните 24-го, кто где из вас был, кто-то в бомбоубежище, кто-то где-то, кто-то в пробке, кто-то заправлялся, по-разному все. Я лично 24-го, в 12 дня сидел на заправке вместе с моим младшим братом, мы ели хот-доги и смеялись со всех людей, которые заправлялись, потому что мы не верили, что русские пришли. Мы до последнего думали, неужели, и мы думали, Зеленский по-любому какую-то провокацию сделал, чтобы нам ПВО дали. Ну не может быть такого, ну неужели они такие дурные пойдут на такую страну, а вот они, кажется, пошли. Ну я уже покаялся в этой всей движухе, но я... И вот в этом городе 24-го произошло вторжение, это что у нас был, четверг, по-моему, потом пятница, суббота, там 27-го, или там какое там, 27-го, да, воскресенье, вся церковь собралась в здании на служение, а пастора с лидером прославления нет. Все сидят, 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 музыканты ходят, ходят, а никто не начинает служение, потому что команда уехала, они просто даже никого не предупредили, просто сели и уехали. Но вот люди по-разному стресс переживают, да, вот кто-то так, кто-то оказалось, что прихожане церкви более смелые, чем пастор церкви, вот так бывает даже, да. Поэтому война и вот эти стрессовые ситуации, вот эти все экзамены, которые мы проходим, они показывают, кто ты на самом деле, какой ты во Христе, сильный ты, готов ли ты идти дальше, готов ли ты доверять, потому что если почитать, мы сейчас, знаете, многие переживаем какие-то вещи, ну, как я вот в последнее время говорю, мы никогда не сможем понять мариупольцев, у нас была там дочерняя церковь, очень тяжело понять, то, что город пережил, да, сколько людей, кто-то, может быть, там из Винницы или Черновцов не поймет нас, милитопольцев, которые потеряли, я потерял дом, я строил, в 2014 году построил здоровый дом на 250 квадратов с женой, я сделал, делал все абсолютно, от бетона, до этого сам, своими руками, красивый дом, недавно относительно соседей позвонили, говорят, Марк, у тебя вынесли даже наволочи, и это все, никто не может из моих там друзей, которые в Милитополе, попасть даже в этот дом, он до сих пор охраняется, он национально анализирован, я же предатель родины, какой родины, не могу понять, и, ну, короче, я этот террорист, сектант, американский сектант, американский шпион, да, это, ой, там много, там к родителям внесли даже взрывчатку домой, специально, чтобы потом снять видео, нас уже 5 месяцев там не было, чтобы показать, что пастор террорист, а мама моя последняя, она у нее такая беговая дорожка, она стабильно занимается, ходит или бегает там, и она начала вот буквально перед войной учить английский язык, и она себе вот эти новые слова все выписывала, вырезала, и они вот прямо перед беговой дорожкой на стене, и такие, знаете, надписи, разные фразы там такие, и она просто бегает, и тут мы увидим на, как это там, у Скобеева где-то там, короче, что вот, сепаратистка, американский агент, ты, посмотрите, даже фразы себе выписывал определенные, ну, когда ты это знаешь, это очень смешно, знаете, мы уже, ну, ты постепенно проходишь этот экзамен, ты накаляешься, потом выдыхаешь, опять это, и Господь смотрит на твою реакцию, и я начал размышлять, как все-таки нам с вами остаться на дистанции, все бежим, да, мы все бежим, вот мы сейчас идем этот путь, вот каждый из нас, Украина проходит вот такой сложный путь, тяжелый путь, вот каждый из нас, просыпаясь утром, да, не ожидают, что сегодня будет, пойдешь ты в бомбоубежище, или не пойдешь, будет опять ракетный удар, или не будет, нас уже, по-моему, да, не колышет, что происходит с курсом, там, доллара, все это, там, да, это уже, когда мне кто-то говорит, ой, говорят, в Новом году 50 будет, да, ты что, серьезно, у нас, мне кажется, уже, ни топливо, ни электричество, мы все, да, уже, Киев, я смотрю, уже втянулся, вот эту всю движуху, по графику стирать, по графику, короче, детей там кормить, душ принимать, когда вода есть, когда нет, мы как бы, короче, мы уже все адаптируемся, уже не удивляемся ничему, но мы продолжаем бежать, вот этот путь, я сегодня, последние, последние, сколько я говорю, несколько месяцев, я думаю, у меня есть пять пунктов сегодня для каждого из вас, которые, я считаю, помогут нам оставаться вот в этом тонусе и продолжать бежать по дистанции, хорошо? Вы знаете, что вообще, во время начала войны, там, я был такой, намного худее, много скинул, и потом пошла вот эта часть с гуманитаркой, знаете, вот эта вся движуха, там, тунец, испанский, какой там, румынский, и я начал набирать вес, и я чувствую, что мне тяжело, вот лишние килограммы, и начинаю, я начал ездить на велосипеде, сел в Виннице на велосипед, дали мне там велосипед, на время, и я проехал первые два километра, я думал, умру просто, а потом все лучше, лучше, и с каждым днем, я уже набрал больше дистанции, и я начал размышлять, что если кому-то из вас, кто никогда в жизни не бегал, дать сейчас пробежать 40 километров, 42 километра марафон, в конце вы просто просите, выплюните свои легкие, да, и закончится все, но любой спортсмен, мы должны заниматься постоянно, да, спортом или дистанцией, и потихонечку мы увеличиваем дистанцию, то есть надо быть постоянно, и если говорить о духовных вещах, то мы должны качать наши духовные мышцы, да, мы постоянно, смотришь, у меня вот три малолетки таких растет, классных, и вот я помню, меня очень много не было дома, я всегда вечно где-то служил по конференциям, жена в основном воспитывала детей, впрочем, как и мои родители, мама тоже самая, говорит, папа не было никогда, строил церковь, но я запомнил, как мой средний сын сделал первые шаги, это было на молитве в церкви, и вот он раз и пошел, знаете, дети, и вот иногда вот у кого маленькие дети, или были, или есть, помните этот момент, когда вот ребенок лежит в люльке какой-то, и какую-то погремушку ты повесил, и для вот ребенка вот какой-то жест первый сделать, вот поднимает он руку и хватает вот этот, и все смотрят, о, он поднял руку, он поднял руку, и вот он только схватился, все, начинаются звонки, теща, он взял, он взял эту игрушку, все это, потом он начинает спину держать, или садится, мой садится, вот это вот мамаши в церкви, все сидят в комнате матери ребенка, и постоянно, а мой сидит, о, моего зубы пошли, и, знаете, вот эти вечные разговоры, все это, и потом, как только он делает первые шаги, допустим, да, он начинает, все, это же все бабушки, дедушки, все в курсе, да, вот эти все моменты, а потом первое слово, у нас сейчас младшего брата моего, Антона, у него мирошек, ему два с половиной, и он начинает сейчас фразы первые говорить, это просто, это умора, что он говорит, и вот эти все моменты, типа, а на най, а да дай, и там все это, но все, все на кипише, и вот так вот наблюдаешь за ребенком, как он делает первые вещи, и понимаешь, что на самом деле, вот для взрослого человека, это же такие простые вещи, просто взять игрушку в руку, да, взять ее там, положить на место, да, сделать первый шаг, вроде бы просто, да, вестибулярный аппарат, вроде бы так просто иногда, а ребенок делает такие усилия, да, делает тут первые шаги, и иногда Господь вот на нас смотрит, вроде бы так просто, христианам, да, вот просто идти, вот по каким-то вещам, какие-то вот Господь говорит, там, говорить правду, например, да, вроде это так просто, просто брать и говорить правду, а как мы иногда мучаемся, да, и я сегодня буду говорить о пяти пунктах, которые мы должны научиться просто, чтобы это было частью нашей жизни, христианской жизни, чтобы нам, я не говорю прям, я сейчас, мы не будем говорить о том, что в дарах двигаться, нет, или с крыльями летать, нет, я говорю о том, что элементарные простые вещи, которые мы должны принять, как за основу, постоянно их делать, тогда мы будем оставаться в этом тонусе, аминь? Вы готовы что-то принимать? Знаете, у нас же, почему у меня вырисовали все эти пять пунктов, потому что мы такие люди, вот Господь, Он максималист, вот Он если делает, то Он идеально делает, да, если Господь творил систему солнечную, то вот она как часы, наша земля, она движется, да, без единого промаха, если бы там, как там ученые говорят, если бы там на секунду земля бы чуть-чуть сдвинулась по времени, то просто бы у нас хаос был, начался, да, просто вот наши материки бы слетели бы, но у Господа все как часы, а человек, вот он хочет по минималке, да, что нужно, чтобы вот мне вот, чтобы у меня классная жена была, сколько нужно молиться, чтобы вот классную жену найти, да, брат такой во Христе такой стоит, или сколько мне нужно попаститься, и постарав всегда задают вопрос, сколько нужно поститься и молиться, чтобы большая церковь была, или чтобы пробуждение начало, или чтобы получить исцеление, вот сколько, и мы всегда хотим, вот чтобы кто-то нам рассказал какой-то пунктик, типа, братан, два дня в неделю, и это жизнь, все, вот сто процентов, я вот так делал, а оно иногда по-другому работает, потому что Господь смотрит на сердце, да, и кому-то достаточно два дня поста, и какие-то вещи происходят, а кто-то просто сорок дней постится, молится, и ничего, и вот как в стенку уперся, и все, и Господь по-разному реагирует, смотрит на сердце. Итак, первый пункт, вы готовы? Вдруг ты, если ты будешь записывать. Первый пункт называется «Истина». Говори всегда истину. Мы должны научиться говорить правду. Аминь. Братья и сестры, иногда, когда мы говорим правду, это не всегда это, нам, классно для нас. Иногда правда, она очень неприятная, когда ты кому-то говоришь правду, да? Вы помните, что Иисус Христос, когда был на земле, Он всегда говорил правду. Иногда так жестко, что фарисеи хотели просто забросать его камнями. Иногда Он такую правду говорил, что Он просто иногда выбегал из толпы, чтобы подальше от них, да? Ну, и зачастую частенько не может лицо правду, потому что мы боимся, что завтра с нами перестанут здороваться. Ну, так или не так? Иногда мы просто... Иногда неудобно, иногда мы подстраиваемся под людей. Очень тяжело. Но Христос говорит, познайте истину. И что истина? Она делает свободными нас. Вы посмотрите, как русские проигрывают, они сами об этом говорят, где-то я смотрел, проигрывают нам в пропаганде. Они говорят, мы проиграли им в пропаганде. Говорит, они там раз, в Мариуполе столько погибло, или в Буче столько, весь мир об этом знает. Потом, раз они там Балаклею освободили, флаг поставили, и все празднуют. Раз, в Херсоне опять, и празднуют. А я размышляю и думаю, да потому что мы просто правду говорим. Мы просто стараемся максимально. Если у нас беда, если у нас погибшие люди, если у нас насилие и так далее, дети погибли, мы плачем и ревем вместе со всеми. Но если у нас какой-то освободился город, и мы радуемся, аминь, и мы говорим правду. А все у них беда. Да потому что они уже не знают, как эту ложь уже подать. Они уже и так извращаются, они уже тулят эту ложь постоянно, постоянно. Но мы, как христиане, должны понимать, что мы должны говорить истину. Это как стандарт нашей жизни, говорить правду. Иногда правда неприятная. Очень сложно пасторам зачастую, в чем сложность пасторов? Пастора должны говорить правду братьям и сестрам. Потому что иногда сестричка оденет что-то неудобо, вразумительное на служении, и кому-то приходится, все стоят, подойди, скажи. А кому-то, лидеру какому-то приходится идти и говорить. Смотрите, сестричка, извини меня, но в Доме Божьем нельзя в таком одеянии? Ну так или не так? Или какие-то вещи. Надо братьям говорить какие-то вещи. Сколько я в своей жизни, Боже, приходилось говорить правду людям. Просто садиться. Я знал, что все, все отношения разрушены. Все разбито, это все. Больше со мной здороваться не перестанут. Ну, а это работает. Мы должны научиться говорить правду. Христос всегда говорил правду. Аминь. Иначе, братья и сестры, идет привыкание, и потом идет лицемерие, потом сплетни, и вот это вот все. Мы должны быть иногда топорными такими, вот такими вот простыми, но говорить истину. Аминь. Второе. Это служение. Поверь мне соседу, скажи, служи людям. Я не знаю, может быть у тебя ассоциация со служением людям, это, там, вот команда здесь стояла сейчас на сцене, они такие, вот они служат, да, а ты сидишь там на галерке. Не обязательно же это служение на сцене. Это конкретно служить людям. Очень часто забываем, что иногда сказать где-то на входе в церковь кому-то привет, сказать, я рад тебя видеть, что это изменит чью-то жизнь. Я как-то однажды просто свою историю, я такой, сын пастора, знаете, все хорошо, на сцене пою, все меня знают, меня так люди достали в определенный момент. Честно, ну просто, ты заходишь в здание церкви, ты пока идешь, там, полчаса тратишь на то, чтобы всем руки пожать. Я, короче, решил обдурить эту всю систему сектантскую. Я, короче, у нас там с другой стороны сцены есть вход. Я каждое воскресенье думаю, не хочу вот это вот смотреть в эти лица. Раз так подгонял, подъезжал на машине, и там чуть-чуть торбанил, мне там световик открывал дверь, и я сразу на сцену, чтобы не проходить вот эти коридоры, все холлы, все. Значит, прошло какое-то время, и нашелся человек, брат во Христе, который решил мне правду сказать. Говорит, ты не представляешь, это для тебя, типа, кому-то пожать руку, а для кого-то, что Марк кому-то пожал руку, это такая радость. Ты конкретно можешь кого-то вдохновить этим самым, какую-то фразу сказать. И он меня прям обличил конкретно, говорит, ты неправильно поступаешь, вот неправильно, что ты сразу на сцену, а ты играешь, как будто ты наемник какой-то. И вы знаете, смотрел свои взгляды, и я приходил раньше, перед служением, намного раньше, и действительно я понял, что для некоторых людей это такие, так это просто такая мелочь, да, вообще элементарная. А сколько бывает моментов, когда мы просто служим людям, просто слушая их аудиозаписи в телеграме, они пишут вам, да, есть такое? У меня жена, это отдельная тема, ей все сестры, она, ну, директор воскресной школы, куча детей, преподавали, и есть вот сестрички, поколение там 30+, которые мамаши такие, знаете, трое-четверо детей, и вот они ей консультируются, звонят постоянно. И одна сестра, ох, она просто, такие огромные получасовые аудиозаписи ей присылает телеграм. Как-то я еду по городу, и смотрю, как эта сестра идет, и она так берет мобильный телефон, и так вот, и по городу идет вот так вот, и я даже не, я взял, достал телефон, снял видео, а жене отправляю, говорю, вот как тебе аудиосообщение приходит. Когда идет по городу и распинается просто вот так вот. Но вот это есть иногда служение людям, когда тебе звонят, говорят, слушай, у меня проблемы, надо помолиться. И ты вылазишь с постели теплой, да, и начинаешь за кого-то молиться. И вот это, иногда вот так происходит. Иногда ты просто едешь, кому-то так иногда тяжело готовить какую-то домашнюю группу, все это. А вот это и есть, ты приходишь, ты достаешь, тратишь свое время, потому что кто-то служение, кто-то может быть финансово, кто-то еще. И мы должны, Христос, вы помните, он даже уставал от людей в этот период. Помните, да, когда он иногда говорит, просто настолько устал, что он уходил куда-то подальше к отцу помолиться, потому что не хватало времени побыть с отцом. То есть это, даже у Христа был такой период, но мы должны научиться быть открытыми для людей. На самом деле, наша нация очень сильно служит. Вы заметили, да, как мы сплотились? Больше, чисто как за протестантов, людей верующих, евангельских христиан. Очень сильно протестанты, я верю, что мы не должны терять вот эту волну после войны. Я относительно недавно сидел, аллилуйя, все нормально? Во имя Иисуса. Сидел на одной сходке большой, на пивне Украины, и там было дуже багато мэрів міст, сел и такие інші, дуже багато. И дуже багато військових, серьезних військових таких, заряженных по званию. Там був мэр міста Васильівка. Там такая отдельная история, его один пастор просто вывозил из оккупации чудом, и вывозил еще тела наших солдат. Целая история была. И мы сидим, и он такой, иногда с нецензурной лексикой, говорит, вот как закончится, закінчится війна, говорит, вот никому не дам будувати молитвовні дома, ни православным, ни католикам, вот протестантам дам, и все. Вот реально отвечают за базар. Я сижу, и он військовым это все, и такие все полковники сидят такие, да, да. И я начал анализировать за вот время войны, много ж где побывал. Как раз протестантские церкви сделали вот эти хабы, приемы, где люди, выезжая, ночевали, где людей кормили. Именно вы просто, может быть, туда на юг, это центр, если вы поймете, ну там начиная от Винницы, Крапивныцкого и Днепра, Кривой Рог, это просто, от церкви все превратились в большие, огромные хабы. И проходили, именно протестантские церкви, где не просто только христиане были, а просто неверующие люди. И это есть, люди просто служат, отдают, отдают время. Здания церкви убиваются, потому что люди едут с питомцами, со змеями всякими, с попугаями, с собаками. Ну, вы поняли, все, 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 чего только не было. И все едут, провозят, но люди отдают, вот время, служат. И наша страна, она волонтерская страна, сильно. И я верю, что после окончания войны, или даже сейчас Господь что-то делает, когда церковь очень сильно волонтерская станет. Когда вот, я всегда удивлялся с американцем, смотрел там какого-то Билла Хайблса, к примеру, в Уиллоу Крик Чорч из Чикаго, на 30 тысяч мест здания, и сидит там, сколько там, тысяч пасторов, и он выходит, говорит, сейчас за пределами этого здания 5 тысяч волонтеров служат, наливают кофе, 5 тысяч, вдумайтесь, которые обслуживают это здание, служение, вот просто волонтеры приходят, у которых есть работы регулярные, но они приходят, трудятся. Я всегда сидел, говорю, Боже, как нам нужна вот такая вот, ну, такая отдача, чтобы мы поднимали. И я понимаю, что Господь где-то в каком-то мере нас загнал в такие обстоятельства, чтобы мы начали служить друг другу. Аминь. Начали помогать, да, сколько мы солдат одели, да, за этот период, вот сколько мы раздали суппайков и так далее, и вот везде мы помогаем. Это время для того, чтобы научиться служить, потому что Христос служил людям. Аминь. Идем дальше. Вы тут? Третье. Это щедрость. О-о-о-о, да, братья и сестры? Христос был щедрым. Аминь. Мы должны быть щедрыми в даяниях. Это не только десятийное пожертвование. Щедрыми в элементарных вещах, не когда ты вот накапливаешь, накапливаешь какие-то вещи, когда тебе выдали гуманитарную помощь, она тебе не нужна, пойди ее отдай, но ты просто хранишь эту муку. Ты даже не знаешь, у тебя ни хлебопекалка, и ты не умеешь ни печь, ничего, но ты просто хранишь эту муку, потому что она шаровая, вот просто ее отдали. Ты просто... Мы должны научиться быть щедрыми. Будьте щедры на добрые дела, да, Писание говорит. И не только на добрые дела, вот просто в каких-то вещах. В элементарных я заметил, как многие люди были щедрыми, вот просто иногда вот просто в маленьких, казалось бы, там какие-то небольшие деньги, вообще смешные, но человек отдает последнее. И вы... Я не буду... Мест писания истории Вала, мы про бедную вдову, помните, да, и про... 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 За время войны, вот как я уже говорю, я потерял абсолютно все. Я выехал на одном Opel'е и вот с двумя сумками в одних спортивных штанах. Я настолько был убежден, что ВСУ через 4 дня их так размочат, что я вернусь обратно домой. Я даже идентификационный код свой не взял. Вот я... Вообще, вот абсолютно все. Даже... У меня даже документы на дом, целая папка осталась там где-то. Я настолько их глубоко спрятал в те дни оккупации, что даже когда была возможность зайти в дом, я не мог вспомнить, куда я спрятал. Поняли, да? На такой... Вот вообще, что пришлось мне заново ехать, я в реестрах подоставал все заново документы здесь уже, ну, на украинской территории, да. И... Вот абсолютно, вот без ничего уехал. И я увидел, насколько... Из-за того, что ты отдаешь, вот до последнего отдаешь, насколько Господь верный, сколько новых друзей, сколько людей появилось за эти восемь месяцев по всей стране, которые просто жертвовали, давали, благословляли, то дом дадут тебе, то квартиру какую-то. Я просто... Иногда вот просто сидим с женой, и я просто говорю, посмотри, насколько Господь верный, Он хранит, просто откуда ни возьмись, просто раз, деньги где-то на карте появляются, вот просто раз там, кто-то благословил, кто-то подходит, говорит, просто, говорит, вот Господь мне сказал, вот так вот, держите. И я просто смотрю, что мы... Я на данный момент не нуждаюсь абсолютно ни в чем. Да, неприятно. Да, дома нету. Да, то, что ты строил, созидал, оно тяжело. Такой, знаете, холодильник у меня был большой такой, Липхер, самый большой, сайд-бай-сайд такой, большой, из нержавейки. Так любил этот холодильник. Но забрали, гады. Все забрали. Стиралку купил, вот забрали. А потом я сижу и говорю, если Господь меня оставил в живых, неужели Он меня не благословит холодильником? Неужели этот большой, всемогущий Бог не найдет, не даст мне возможности, мудрости заработать, чтобы эти стиралки вернуть, да? Но то, что Он оставил мою жену живой, моих детей, да, под этими обстрелами мы выехали. У нас с церкви нашей, вот из большой церкви, скажем, пускай тысячная церковь у нас, да, куча, не считая детей, вот, никто не погиб. 15-18 парней на фронте, до сих пор все живые, за 8 месяцев. Много ребят, бизнесменов, даже женщины, сестры с церкви были в плену. Были такие, некоторые, один мой родственник, Олег Чебатарев, у нас есть такой брат, он один из проповедников нашей церкви, и отец его, они были, ну, слушатели нашей церкви, мои родственники, это та семья, мои родители, с которых церковь началась, они были 28 суток в плену, не ели 28 суток, вообще ничего, давали только воду, то есть их выкинули просто за городом, потом, ну, просто сверхъестественно, чудом, они живые до сих пор, люди прошли всякое, но люди до сих пор живые, и я смотрю, ой, ты верный и щедрый Бог, который может иногда насыпать так, что ты даже не понимаешь откуда, но мы должны научиться быть щедрыми, аминь, ты еще здесь? все нормально, ты говори, говори, аминь, или продолжай, брат, если вдруг это, вдруг ты, или проснись во имя Иисуса, если ты спишь. Четвертое, одно из самых, самых тяжелых, это прощение. За последние 4 месяца, летом, я начал понимать одну, одну вещь, очень важную вещь, которую очень тяжело нам, украинцам, сейчас принять, мы начали с отцом моим постоянно на эту тему общаться, о том, что мы должны, Христос говорит, благословляйте врагов и проклинающих вас, помните, да, Христос говорит, для нас, как для украинцев, это очень тяжело, то, что мы ближайшие 20 лет точно с русскими дружить близко не будем, это 100%, это понятно, может быть, наши дети только, но это очень тяжело, очень тяжело, честно вам скажу, когда выходят видео, когда на нашей сцене, в зале, в церкви, пляшут там с колорантскими этими ленточками, все, и Россия здесь надолго, вот этот фасад, который мы делали там целое лето, они его весь заклеили, так вот, мы едины с Россией, прям билборды на здании церкви, знаете, наклеили все это, и они тусуются, и сейчас они зашли в нашу студию звукозаписи, и там какой-то типа агент сидит в студии, и такой, другого позвал, кого-то эксперта, наши пульты стоят, все это, где мы все поклонение наше записываем, там, миксуем, и они сидят, и он такой, зачем им такая студия, этим сектантам, он такой говорит, они записывают здесь фонограммы, такие фирменные, чтобы потом там на сцене подойти фонограммы, ну, типа с людей деньги вытягивать, и так далее, ну, короче, ну, вы поняли, стандартная эта тема, что у нас там сора спонсируется, и, конечно же, когда смотришь на это все, говоришь, Боже, где твой ангел просто с мечом, который просто зайдет и порубит их всех, вот так вот, как отбивную, вот просто, иногда так, знаете, у вас же тоже такое есть, да, не только, есть такие, здесь, в которых просто разрывает, да, вот иногда просто, меня иногда просто просыпаюсь, вот, аж в поту таком, такой, ох, Боже, вот как бы, как бы, как нанес на них слепоту, так вот, и в черное море их всех, А внутри Дух Святой работает и говорит, слушай, надо их благословлять. И я, как минимум с сентября, я начал их благословлять, искренне просто благословлять. Я благословляю их. Знаете почему? Почему? Когда мы начинаем благословлять врагов, которые нас обижают, которые нас осуждают, которые говорят очень много, да, лжи про нас, вот просто критикуют и так далее, этим самым мы развязываем руки всемогущему Богу, которому и говорим, Господь, я уже ничего не могу, но так, как Ты в Слове Своем сказал, благословляйте, я вот просто благословляю. Тогда Бог начинает ступаться за нас, и уже Он работает, а не мы. Аминь. И какие бы крутые высушники наши, ребята, не были, и какая бы стратегия ни была, и как мудро Господь находит вовремя нужных людей, да, когда все смеялись, клоун, не клоун, а вот он в нужный момент, да, и раз и не подвел, да, раз вот просто бамс, и думали, и такие-таки думали, кто знает, как оно все, а вот он до сих пор стоит и все, мог бы сбежать в Европу, а Володя крепкий оказался, да, и вот и этот, и тот в нужный момент, и залужные там какие-то вещи, и тот, и думаешь, вау, и мы до сих пор стоим. Господь все знает наперед, но когда мы начинаем благословлять, потому что выход только через Господа, ты же понимаешь, да, что я столько видел моментов, если кто-то знает, ну историй масса, да, вот здесь вы под Ирпенем за семью пасторов читали, наверное, как они колонну остановили этой РПГ, не читали? Серьезно? Ну, два пастора, пастор церкви, вот такой, как мой отец, и два сына, вот прям как у меня, здесь где-то в Ирпене, или баптистский, или писяднический церковь, и они, двое хлопцев побежали в тероборону, им дали, у них вот два автомата и одно РПГ. И тут команда говорит, надо целую колонну остановить, целая колонна тут под Киевом где-то идет, целая колонна. Пацаны никогда в жизни не стреляли вообще, вообще не стреляли. И говорит, мы сели в машину и просто едем, и вот так вот едем, и говорит, я открываю на Ютубе, как с РПГ вообще стрелять? Говорит, открываю, читаю, молимся, вот так, Боже, останови и так далее. И это, говорит, выбегаем просто, я, говорит, вот первый встречный БТР я вижу, просто нажимаю, отпускаю, говорит, я даже не знаю, попал я, не попал, но суть в чем, я сделал это действие, вся колонна полностью разворачивается, что они там себе подумали? Мы же не подумали, что здесь ВСУ встречают, они разворачиваются полностью, отходят от этого селения и начинают в окружную идти, а там уже наша артиллерия их накрывает. И надо, такие вот простые вещи, ну, я знаю намного больше, некоторые вещи я не смогу вам рассказать из моей жизни, которые через которые я сделал только после войны, дабы не подставлять церковь, да, но очень много таких моментов, у нас, допустим, на южном направлении, я уже много где рассказывал, там, там, за Васильевкой, где начинается заповедение, мы, идет фронт, линия фронта, и как-то в одну из, в один из вечеров наши ребята смотрят, наблюдают такую картину, как бурят и начинают с чеченцами перестреливаться по флангу и друг друга убивать. Возможно, вы слышали это артой прям очень жестко. И говорит, там настолько дошло до того, что приехало начальство, они там даже так вот негодовали, два вот этих, два народа, что убили офицера своего же, потому что, ну, не повиновались. Приехало очень серьезное начальство, одних отправили на Херсонское направление, а других на Донбасс, потому что вот на южном они не могут друг с другом уживаться. Там очень жестко, побили друг друга, то есть там конкретно очень много двухсотых. И я сижу, читаю Писание и вспоминаю, Бог же ж не изменился. Он при Елисеи разворачивал, помните, он слепоту посылал, он меч на меч на. Помните, сколько было при Езеке и всяких? Бог тот же, он работает. Если вы знаете эту известную историю, я просто ее переживал прям лично, я этого парня знаю. Когда Мариуполь взяли в окружение, очень плотно, в одной из девятиэтажек засело наших шесть парней. Часть из Азова, часть хлопцев из Нацгвардии. Я одного парня знаю, он верующий парень. А ну, сейчас будет очень тяжело некоторым христианам воспринимать эту информацию. В одну из ночей, а мы только выехали, мы все волонтерская, это тема, все ты в бронежилете, куда ты ездишь, солдат одеваешь, роты все эти. И парень пишет своей жене, говорит, все, нас окружили, мы в девятиэтажном доме, нас шесть парней, а их около трехсот солдат. Тут вечером они оцепили, они в рупор прям кричат, ребята, выходите. Ну, дом пустой абсолютно, весь обстрелянный. И он жене пишет, любимая, прощаюсь с тобой, ну просто молитесь. И всю ночь, сколько я знаю, мы все постили и репостили эту информацию. Молились все, сколько я помню, молилось столько церквей и весь Пятидесятский Союз, и Баптисты, и все-все-все, кого я знал, мы все постили-постили. Прошло три или четыре дня, мы уже забыли про это все. Наша информация идет, помните, да, начало, прощите, никто не спит, ты смотришь, что в Гостоме, или что там будет, не будет, а оттуда вторжение, оттуда, Харьков бомбят, все, и ты не знаешь. И, короче, раз появляется информация, вот просто, я просто хочу, чтобы ты вдумал, это же реальная история, живая история, этот парень уже вышел. Они дошли уже до Азовстали, уже когда там были, их потом выпустили, кого-то обменяли, уже все живые, уже на нашей территории. Суть в чем, за одну ночь шесть парней уложили полностью все эти 300 человек. Шесть парней вокруг этого, те начали заходить в дом, они их всех положили полностью. Но это разве естественно? Это сверхъестественно, братья и сестры. Это тяжело иногда понять, ну это ж убийство, ну это мы все это, слушай. Иногда Господь делает какие-то непонятные вещи. Но то, что эти шесть парней точно веруют сейчас в Бога, верят, что это сверхъестественно, это 100%. Больше, чем мы с вами, христиане. Но мы должны прощать, ну мы же возвращаемся к пункту. Мы должны благословлять. Я не уверен, что Путин может получить какое-то там прощение, потому что это движимые демонами люди. Это 100%. Но вопрос же не в них, вопрос в нашем состоянии. Понимаете, да, это же у них там все, то, что там, то, что Россия будет, что посеешь, что пожнешь, и они будут очень много пожинать, это 100%. Мы, это все, у меня парень один из нашей церкви, он воюет прямо на Гуляй-Поле, там на южном направлении. И я ему когда присылаю фотки, там что церковь, что-то там отжали, то-то-то, и он так постоянно. И я говорю, ну ты же понимаешь, говорю, Господь за нас, да, и он такой говорит, знаешь, я казав один израильский генерал, прощение, то между ними и Богом. Наше завдание – просто сделать зустріч. Поэтому мы будем делать зустріч, а там они с Богом нехай разговаривают сами. Но мы с вами должны понимать, брати и сестры, что когда ты начинаешь прощать, Господь начинает что-то делать в нашей жизни, начинает заступаться, начинает просто вступаться за нас. И не только касаясь военной темы, а касаясь вообще любых сфер нашей жизни. И если у тебя есть еще какие-то разногласия где-то с родителями у кого-то, может, до сих пор, надо просить. Это тяжело, я знаю, у кого-то долго это тянется, это целая тема. У нас есть такое служение, как энкаунтер, где мы ковыряемся по этим вещам, возможно, вы знаете, о чем идет речь, да, когда вот. Поэтому это тяжело, но нужно простить, нужно иногда отпускать. Мы должны научиться прощать, мы должны научиться благословлять. Вот это то, что не понимает этот мир. Это то, что мы должны понимать. Это то, что Христос вот как раз вот этим моментом, когда вися на кресте, он мог бы просто миллионы ангелов просто снести, просто раздолбать, простите, этих всех, окрашенные эти гробы, этих всех фарисеев. Но он до последнего кричал, говорю, Господь, не вмини им, потому что они не понимают, что они творят. Это есть вот это сердце Господа. Аминь. И последнее. Пятый пункт. Благодарение. Мы должны научиться благодарить. Аминь. Я за эти восемь месяцев был раз, наверное, восемь за границей. Я был в Румынии на большом христианском фестивале, где мы Украину представляли. Был и в Черногории, потом были в Германии несколько раз, в Польше был, в Сербии был, где мы еще были, где-то еще были, но неважно. И я увидел такую вещь. Я увидел людей, которых, украинок, которых приняли некоторые страны. Что они там творят? Я никогда не забыл, в Румынии заехали. И она стоит в этом церковь такая, приняла их полностью, дала им еду. Она стоит и говорит, да душ, тут нету теплой воды. И она стоит в коридоре. Я вот так вот сижу, а мы просто... И смотрю, боже мой, сколько они гуманитарки нам завезли, сколько они раздали, отдали просто эти поляки, что делают. Даже те же немцы, которые долго нам оружия не дают. Сколько они дают, просто отдают, просто так людей устраивают все это. Мы должны быть благодарны, братья и сестры. Это такая элементарная... Мы должны прощать людей, потому что Христос нам очень сильно простил. Но также мы должны быть благодарны. Христос столько для нас сделал. А мы должны научиться просто элементарной благодарности иногда. Мы должны иногда быть благодарны нашему пастору, нашему лидеру домашней группы. Ты думаешь, ты такой лидер домашней группы, плоть в жало, знаешь, ой, жало в плоть, вот такое просто постоянно тебя раздражает. Господь, скорее всего, что именно как раз поставил тебе такого лидера домашней группы, чтобы просто тебя немножко привести в чувство, научить каким-то вещам, да, чтобы ты научился быть благодарным. Мы должны быть благодарны вообще, начиная от наших парней, которые стоят на фронте, да. Ну, вам в Киеве здесь немножко проще, я на Захидней Украине дуже багато був, и там некоторые ребята просто, ну, просто такое иногда задвигают. Это из-за вас, те, что на русском языке говорят, это из-за вас война, это из-за того. Я много в своем адресе, а то, что мы менее благословленные тут на Юго-Востоке, чем они, потому что они такие благословленные, видите, в них ракеты не прилетели, а в нас прилетели. И я зажжу, думаю, Боже мой, о чем, братья и сестры, вы говорите? Ну, мы должны просто быть благодарны за милость Его, которая обновилась. Аминь. Сможешь, да, пару аккордов на фончик под конец. Мы обычно говорим, позовите гуслиста, чтобы гуслист вышел. Научись быть благодарным. Утром просыпаешься, пусть твое сердце будет благодарным за то, что ты проснулся. Нету воды, ничего страшного, мы подождем, да? Мы же гибки. А есть вода, вообще, аллилуйя. Голову помыл, слава тебе, Господь. Ты сейчас вот просто как раз во время войны прям реально, вот тебе как прям реальный практический момент, да? Ты просто подумай о Лимане там или Балаклее или сейчас Херсон. Чтобы просто сто тысяч сейчас живет, у них нету света. И в ближайшее время света не будет, а уже зимушка. И оттуда задувает очень плотно, поверьте. Там нету ни лесов, ни гор, там очень плотно. Я из тех краев. Я знаю, что такое степи. Когда разгоняется ветер, зимой это страшная вещь. И у людей ничего нету. И люди начинают адаптироваться по чуть-чуть. А когда у тебя здесь, у тебя еще и Wi-Fi работает, аллилуйя. У тебя еще что-то. Ты должен быть просто благодарным Господу и быть благодарным за то, что вообще ты проснулся, что тебя не накрыло артиллерией, просто ты… что твои… все хорошо? Где-то чуть-чуть фонит. Но и мы за это благодарны. За то, что у нас есть возможность. Просто, чтобы ты просто чуть-чуть подумал. Пришла ж не просто Орда, пришло не просто войско. Просто им захотелось наших унитазов забрать, набрать. Или там индукционных плит, еще там робот-пылесос. Вот они у меня забрали. Там уже и не разберутся, как его запустить. Посмотрите, вот в Мелитополе одна церковь всего лишь осталась, протестантская. И то, я думаю, если наши чуть-чуть замедлят, то ее заберут. Все церкви протестантские забрали абсолютно здание церквей. У нас много. У нас там три церкви, у которых свои большие здания. Город 150 тысяч населения. Свои здания, свои лед-экраны, там воскресная школа, от слова жизни, там благодать, большая баптистская церковь, наша церковь и так далее. Много поменьше церкви. Их забрали все. Они просто идут и тотально уничтожают вот эту нашу веру. То есть они ограничивают, забирают все. Они хотят, чтобы Царство Божие распространялось. Мы же понимаем, да? Там, где церковь, там Христос приходит. Там, где двое или трое, там Царство Божие, да? Они не могут это объяснить, они это понимают, и они это просто уничтожают. Пришла вот эта вот просто мощная сила, которая вот просто останавливает, останавливает рост церкви. А ты до сих пор в воскресный день можешь прийти в Дом Божий, поднять свои руки. Просто подумай об этом, что сейчас в России очень тяжко на самом деле. Они не могут ни пикнуть, ни слова не сказать. Я молчу, какая евангелизация? Кто кому там что там проповедует? Братья и сестры. Их там он в Алматы и там 300 тысяч выехал, братьев. Сейчас там есть такой у меня друг Иван Крюков, это бывшая Максима Максимова церковь в Алматы. С ним близко общаемся. Мы у них много раз боли. Он говорит, у меня пробуждение, Марк. Все же с мобилизацией вот это. И одни братья, говорит. Полная церковь. Полный зав. Все же сбежали. Все. И ты сидишь, думаешь. А мы продолжаем молиться. Продолжаем славить Господа. Продолжаем собираться на служение. Мы можем танцевать здесь до упаду. Никто нам ничего не запретит. И даже за вот эту свободу. За свободу выражать свои мысли. Свободу, где ты можешь молиться, проповедовать. Идти по улице, любому говорить, Христос тебя любит. Где наши пацаны на передовой, там на Гуляйполе. И у меня там один хлопец, за который рассказывал. Который любит цитировать израильского генерала. Он говорит, мы утром становимся целой ротой. Вот так за руки. И я начинаю вести молитву. Это не какая-то там католическая православная молитва. Вот настоящая наша обычная молитва. Говорит, когда я просто говорю, Господь, мы стоим здесь, защищая нашу землю. Но ты сохрани нас. И когда потом прилеты какие-то, и все парни живые остаются. И эти парни вылазят бородатые из окопы. Говорят, слышишь, Леха. Но если б не вот этот твой Бог говорит, нам бы ж уже хана была. И пацаны, вы понимаете, что даже солдаты там впереди, они молятся. Они говорят. Не слышали этот? Ой, это такое смешное. Вчера мне показали. Может кто-то видел. Есть там у нас вот эти все комедийные с 95 квартала. Там всякие лиги смеха и так далее. И там один комик есть такой хлопец. И он, короче, стендапер. Короче, вот на ходу. Потлатый такой. Ну, не важно. Да их много. И он такую фразу говорит. Не помню, кто, может быть, знает. Нет, в ровно, в ровно в областном центре есть мэр. Он верующий. Брат наш во Христе с писянической церкви. Может быть, кто не знает. Он победил. Я не помню его фамилию. Ну, все в чем. И этот комик вот начинает эту всю тему. Говорит. Там все мне постоянно волонтеры говорят. Вот у нас плохой мэр. Там плохой мэр. Плохой мэр. Он говорит, ничего не делает с начала войны. Только что вот приходит в церковь, молится. И это выкладывают в соцсети. Что он помолился все это. Потом опять выходит. И я опять задаю. Что там мэр Ровенский? Говорит. Да ничего. Говорит. Ничего не делает. Говорит. Только, говорит. Выходит в церковь. В церкви. Поснимает вот так вот сториз. Что он типа в церкви. И все. И он говорит. Слушай, а что там поровно? Говорит. Прилеты были? Говорит. Не, ни разу не было. Говорит. Там уже нехай продолжается работать. Ну как бы. Мы должны быть научиться быть благодарными Господу. Серьезно. Пусть твое сердце будет в благодарности. Мы сейчас будем молиться. Чтобы просто сказать. Господь. Для меня, честно вам скажу. Это вот просто глубокое подтверждение. То. То, что страна есть. То, что мы до сих пор здесь. Господь же просто хочет величайшего пробуждения в этой стране. Ты слышишь? И я настолько в этом убежден. Через вот эти все моменты проходя. Я верю, что придет такой момент, когда вот этих зданий не будет. Но они не смогут вместить людей. Когда наши домашние группы. Они будут каждый месяц делиться. Потому что. И самое, знаете, основное. Нам лидеров не будет хватать. Этими домашками управлять. Поэтому, если ты сидишь здесь. Слушай. Готовься. Ты уже лидер домашней группы. Ты сидишь такой. Да я. Нет. Это не правда. Слушай. Каждый из нас. Чтобы принять это огромное количество людей. Мы должны становиться лидерами. Вести людей за собой. Элементарно. В простых вещах. Каждый на своем уровне. Я не говорю какие-то там масштабы, стадионы. Нет. Каждый на своем уровне. Потому что Господь сильно хочет спасти эту страну. Он сильно хочет спасти эту страну. Спасти людей. Не от Путина спасти. Спасти людей реально в Царство Божие. И у нас так мало времени. Так мало времени. И оно время последнее. Мы не знаем, что завтра будет. Что послезавтра будет. А время. Оно уходит. 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 И в определенный момент ты просто раз. И ты стоишь перед престолом. И Господь скажет. Ну и что? Я давал вам власть. Я давал вам силу. Духа Святого. Я давал вам время. Я давал вам дары. Таланты. Чтобы меня прославлять. Чтобы распространять мои пределы. Пределы моего царства по этой земле. А мы иногда сидим и думаем. Когда же этот куб. Доллара. Чтобы заработать. Да забудь просто. Нам надо доверять Господу. Аминь. Опираться на Него. Полностью. И поверь. Как только ты начнешь опираться на Господа. У тебя ценности поменяются. У тебя ценности поменяются. Просто тебе будет неинтересно, что там происходит. Ты будешь знать, что хочет Господь. Ты будешь знать, что Дух Святой, куда Он тебя ведет. Где Он направляет. Аминь. Склони голову на полминутки. Хорошо? Мы славим Тебя. Прославляем Тебя, Святой. Мы величаем Твое великое имя, Святой. Ты достоин всей славы и всей хвалы. Мы, как Церковь Твоя, Святой, просим Тебя, научи нас любить так, как Ты любишь. Научи нас прощать так, как Ты простил нам. Научи нас благословляет так, как Ты благословил нас. Научи нас быть щедрыми, Святой. Научи нам говорить истину. Научи нас говорить истину, говорить правду. Научи нас быть благодарными, Господь. Учи нас, Дух Святой. Меняй наши сердца. Меняй наше сердце. Я молю Тебя, Святой. Поднимай Церковь на новые уровни. На новые уровни Твоего познания. На уровни Твоего помазания, Господь. Веди нас намного глубже в уровни Твоей славы, когда приходит Твоя сверхъестественная мудрость, когда приходят Твои сверхъестественные откровения. Твои пути, Господь. Не наши пути, но Твои пути. Твоя воля, но не наша. Научи нас быть сосудами, Господь, открытыми для Твоей славы, открытыми для Твоих дел. Боже, славим Тебя, превозносим. Благослови, Господь, Церковь Твою сегодня. Благослови каждого находящегося здесь. Молю Тебя, Святой, работай. И туда, куда будут ступать наши ноги, благословляй. И там, где мы будем идти, благословляй. И наши дома, и сохрани наши семьи, наших детей. Там, где мы будем, Господь. Храни. Храни наши города от всяких обстрелов, и ракет, и все, что враг хочет запустить, пусть оно будет остановлено во имя Иисуса Христа. И я молю Тебя за каждого солдата, который сейчас стоит в окопе. За каждого офицера, Господь, во имя Иисуса Христа. Огради, пусть Твоя кровь защищает. Сохрани, Господь, каждое подразделение, каждую роту, каждый батальон во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Храни, Господь, во имя Иисуса. И мы молим Тебя, Святой, как Церковь Твоя, молим Тебя за нашего президента. За весь штаб. За залуженного. За каждого, Господь, который принимает решения. Важные решения. Пусть Твоя мудрость сверхъестественная придет во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твой страх. Твой Божий страх, чтобы понимать, чтобы слышать, чтобы принимать верные решения, правильные решения. Отец, защити нас. Защити нас от предателей. Защити нас, Святой. Мы хотим, мы хотим этого пробуждения. Мы хотим Твоей волны. Мы хотим Твоего дождя, который прольется на эту иссохшую землю. Во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Тебе, Святой. Мы нуждаемся в Тебе, Святой. Так, как никогда. Каждый день. Каждый день нашей жизни. И каждый час нашей жизни мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы воздаем Тебе славу. Неизменному, вечному, святому. Отцу, Сыну, Духу Святому. Амин.